Ну что оставился, охламот? Интеллигентного человека не видел? Думал, что ей такое подарить, чтобы она себя королевой почувствовала. И купил ей шикарный французский сковородка. Этот продавец такой попался вежливый, так культурно объяснял, помогал. Говорит, Тефаль, это мировой лидер среди сковородок, что на Тефале курица от гриппа выздоравливает и больше никогда не болеет. И что если обычной сковородкой дать в лоб, то это на повал. А если Тефалью, то это наоборот. Восстанавливает нервную систему и укрепляет сосуды головного мозга. Особенно, если вот так, с размахом. И так он мне запудрил сосуды головного мозга, что я купил этот французский сковородка, отнес домой, торжественно вручил жене. Она одним глазом посмотрела и сразу определила, что это французский сковородка китайского производства. И сказала только одну фразу, говорит, теперь я верю, что ты в школе лучше всех через козла прыгал. И все, с тех пор я этих вежливых терпеть не могу. Вот недавно ночью в темной переулке ко мне подошли двое. Пальцы веером, зубы шифером. И очень вежливо попросили закурить. А я весь уже на рервах, я схватил эту сумку, подбегаю одному по голове, другому подлетаю, говорю, тебе тоже дать прикурить. Он говорит, нет, спасибо, дорогой, мы одну на двоих покурим. Слушай, от этих интеллигентов не знаешь, что ждать. Я сам по телевизору видел, как один карманник следователю плакался. Говорит, сейчас в миг в автобусе залез к одному интеллигенту в карман. И пока, говорит, я у него там в кармане шарил, этот интеллигент мне с пальца кольцо снял. А вы говорите, интеллигентные люди, о чем вы говорите, моя жена, если она не в духе, для меня праздник. Потому что моя жена, как резиновая женщина, всегда надутая. Но если она берет курс на вежливость, так глаза с поволокой, и так она ласково, нежно подходит, говорит, все, я знаю, это к расходам. И точно подходит, говорит, дорогой, я такую шубу увидела, ах, какая шуба, красивая. Я говорю, ну что, дорогая, ну будем работать на шубу. Она говорит, не надо, я уже купила. Я говорю, как, ты же говорил, что у нас нет денег. Она говорит, а это не те деньги, которых у нас нет. АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще я заметил, народ к интеллигентам потянулся. Вот у меня сосед. Интеллигентный человек, инокенций. Такой культурный, умный, добрый. Слушай, тот раз полчаса на улице над своей тещей зонтик держал. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже оттуда его голос слышу. Солнышко, ты будешь кофе? Слушай, я думал, он жену спрашивает. А Костом сам с собой разговаривает. И жена у него тоже интеллигентный, культурный. Ну, недавно познакомилась с одним олигархом. Теперь у Иннокентия рок изобилия. Я даже от детей особой вежливости не требую. Вот сыну позвонили, я говорю, сынок, что делаешь? Он говорит, папа, уроки учи. Я говорю, правильно, сынок. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Он говорит, нет, папа. Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра. Ну, я на него не обижаюсь. Я же вижу, что растет умный, чуткий, нормальный и искренний парень в духе нашего сумасшедшего времени. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...